всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня небольшой ролик о том как я планирую сохранять и размножать потрясающе красивое ампельное растение это дихондра серебристая ее называют еще серебристый водопад или серебряные нити хочу видео поделиться своим опытом выращивания потому что дихондру я буду не только сохранять маточными кустиками но черенковать для того чтобы размножить дихондра у меня в ассортименте продаж прошлом сезоне она очень пользовалась спросом но она действительно в саду красотка а ее достоинствах я конечно много раз рассказывала своих летних обзорах и показывала но перед тем как рассказать о способе сохранения и размножения я вставлю небольшой ролик и покажу как не так давно дихондра украшала мой дворик потрясающе смотрелось в моно посадки и в миксах вместе с другими растениями ну а также в процессе видео расскажу какой есть способ укоренения дихондры то есть мы получаем стопроцентный результат ни одного выпада я вам гарантирую если все правильно сделать но я об этом способе уже делилась в течение зимы прошлого сезона многие пробовали и теперь только так сохраняет и размножает дихондру потому что из семян дихондра растет гораздо медленнее а чтобы получить сразу пышный кустик вот как раз годится вот этот способ получаем стопроцентный результат все черенки укореняются для одного выпада и конечно сразу формируется пышный кустик потом в дальнейшем дальнейшем мы бы можем вырастить как самостоятельное растение также он может служить маточным кустиком но это случае того что если вам не удалось сохранить маточный кустик и вы вновь можете брать черенки укоренять и выращивать опять новые растения собственно чем я буду заниматься в течение зимы в общем кому интересна эта тема я приглашаю вас на просмотр несмотря на то что на улице начало октября но некоторые растения в том числе и дихондра продолжают украшать мой дворик я постепенно конечно освобождаю кашпо убираю все цветы из сада вот осталась часть колиусов то я начала активное черенкование но хочу показать как выглядит дихондра в начале октября вот так прекрасно наросли плети здесь дихондра выращивалась у меня в моно посадки она находилась на арках с петуниями я вам показывала и также в зоне навеса честно говоря в этом году когда я дихондру сажала с петуниями ну я вам в обзорах показывала ее петуния просто забила она не дала ей никаких шансов разрастаться а в прошлом году дихондра прекрасно наросла с петуниями потому что шапочки были меньше и вот в доказательство этому вот такая композиция летом я к вербени подсаживала дихондру и она здесь действительно проявила красивую вот такую ампельную форму поэтому я думаю что возможно именно эту композицию я буду повторять да и вообще если вот другие растения либо петуния чтобы была совсем такая компактная да не давать ей вот нарастать именно на дихондру то ну вот такая композиция имеет место быть больше всего в этом сезоне мне понравилась дихондра именно в сочетании с колиусами я по несколько черенков подсадила и получается что вот так с кашпо не спадает вот такой серебряный водопад ручеек потрясающе смотрится обязательно буду повторять и если бы здесь был грунт вот это бы все укоренилась так что есть вариант выращивать дихондру как почвопокровное растение а здесь сочетании с вот таким ярким колиусом просто обалденно смотрится вот это серебряная подушечка ну и теперь конечно задача сохранить и размножить эту красоту я буду сохранять как маточные кустики так и черенковать способ черенкования я нашла для себя в прошлом году он действительно дает стопроцентный результат но сегодня видео еще подробно вам об этом расскажу когда обрезаю маточный кустик у дихондры стараюсь всегда взять верхушечный черенок но как правило у ампельных растений он идет по направлению вниз у дихондры большая часть верхушечных черенков самом низу но если присмотреться то и наверху можно найти вот такие коротенькие и также в середине о всей длине или она тут зависит какой кустик у вас на рост за сезон сначала я черенки нарезаю прям произвольно длины где-то от сантиметров на на 15 до 20 потом аккуратненько вот так как собираю складываю все вот в такой контейнер потом собираю вот в небольшие вот такие пучочки но уже одну часть я выравниваю это может быть и 8 и 10 побегов но у меня примерно штуку по 8 по 10 просто вот даже не считаю беру вот такой пучочек и собираю так теперь не взяла ножницы воспользуюсь секатором теперь вот в этой части я аккуратно вот так на ровненькую срезаю в нижней пучочек продолжаю держать и для укоренения мне необходим 100 граммовый стаканчик без дренажных отверстий далее достаточно а немножко вот так насыпать вниз перлита мне удобно использовать перлит сухой я стараюсь им сильно не пылить но если у кого аллергия на пыль перлита тогда конечно его заранее смочить сделать углубление и поместить туда этот пучок то есть получается сажаем черенки букетным способом вот так я помещаю даже можно чуть-чуть вот чуть меньше половины я насыпала помещаю наш букетик и дальше засыпаю все перлита немножко вот так встряхнула ну и соответственно оставлю в контейнер дальше продолжаю точно также собирать пучочки повторюсь количество черенков это уже ваш выбор можно прям сразу 20 укоренить и получите такой изначально пышный кустик но потом после пересадки уже в торфу вас будет пышная кашпо но так как мне дихондра нужно для размножения еще в течение зимы я буду формировать и кустики которые уже пойдут на отправку и в то же время мне нужен еще посадочный материал то мне вот нравится вот такой способ еще собрала один пучочек вот так отрезала отрезаю у меня черенки получается примерно длиной 8 10 сантиметров и то же самое небольшая часть стакан помещаю наш букетик и засыпаю дальше перлитом и теперь тут конечно самый такой важный момент а сколько же нам воды налить пользуюсь я вот такой резиновой грушей сейчас я вам покажу сколько я наливаю водички как это выглядит перлит сухой и вот смотрите как постепенно я надеюсь это очень видно вот заполняется водичка перлит напитывается стаканчик стаканчик тут же тяжелеет и вот в такой влажной среде там даже воды там не будет потому что перлит тут же все впитает в себя смотрите еще раз как вот перлит смачивается потому что полив это очень важно если перлит не долить черенкам будет просто мало влаги и они высохнут и не произойдет корнеобразования вот так выглядит увлажненный перлит еще давайте вместе с вами делаем одну посадочку дальше все дальнейших условиях содержания даже не считаю главное просто я выравниваю вот с этой стороны кстати можно использовать промежуточные черенки все прекрасно укоренится и потом будет хорошо расти естественно кто работает с сухим перлитом ну вот как я можно использовать масочку тоже как вариант все таки сухом перлите вот я пробовала и заранее увлажнять мне вот намного удобнее помещать черенки и укоренять видно так как водичка хорошо хорошо впитывается все тут же стаканчик потяжелел также отправляю в контейнер после того как начеренковала все стаканчики составила в большой контейнер на самом деле прошло три дня и видно что даже вот видите все листочки по раскрывались и более такие кустистые стали да на мой взгляд даже не горцы подросли теперь самое важное сохранить влажность стаканчики не допустить такого быстрого пересыхания перлита конечно стаканчики бездренажных отверстий здесь такого быстрого просыхания не будет но все равно надо следить и если на стеллажах жарко вот как было у меня в прошлом сезоне в рассадной комнате я дихондру всегда старалась поместить где-то пониже на полочку ну а в этом году она у меня будет вот цветочная мастерской здесь температура немножко пониже чем в доме вот на данный момент 21 градус но это вот на стеллаже и на улице видите у нас 17 4 но это вот только выглянуло солнышко очень кстати хороший вот этот термометр и ну прям точно показывает поэтому я решила расположить дихондру внизу на самой нижней полке лампы у меня светят в течение 12 часов с 8 утра до 8 вечера и так как они дают тепло то есть вот теплые полки поэтому я решила убрать вниз там градусов наверное внизу я думаю что 16 температура ночью здесь тоже немножко пониже чем в доме 15 но 15 нет сейчас я уже включила две батареи где-то колеблется от 16 до 17 но прохладно по опыту выращивания вот дихондра в прошлом сезоне я заметила что даже при 13-15 градусов вот у меня сохранялись маточные кусты и чувствовали себя прекрасно здесь же на нижней полке я вот расположила кашпо здесь есть кашпо которые остались у меня еще с прошлого сезона который я формировала и есть кашпо которые вот формировки этого сезона и вот именно их я вам саду показывала да ну вот обрезала и сейчас смотрю что насколько условия нравятся да она быстро быстро идет в рост поэтому я уверена что я еще много здесь соберу черенков и на укоренение есть вариант вырастить дихондру из семян в прошлом сезоне я сеяла эти семена которые собирала со своей дихондры кстати мне показалось что более взрослые кусты дают семена но это примерно возраст чуть больше года в больших кашпо у меня как раз более взрослые кусты и пока здесь стояли в помещении семян на полу было видимо невидимо но на я конечно когда обрезала их тоже много насыпалось и я взяла их вот где у меня видите вегетативной массы мало это как раз два кашпо с прошлого сезона я туда насыпала но вижу что они всходят это вот молоденькие сеянцы ну и можно конечно посеете семян но надо уже начинать потому что ну из семян гораздо быстрее вернее медленнее растет дихондра из черенка быстрее поэтому я специально не стала сеять просто туда сыпала семена ну чтобы вода по пышнее получилось у меня честно говоря в планах ее не выбрасывать я могу дать больший объем на следующий сезон уже будут прям сформированные кустики но и повторюсь если надо я всегда нарежу много посадочного материала в общем только своевременный полив но дихондра тоже не любит пересыхание вот и соответственно переувлажнение когда у меня будет включена вот эта батарея я дихондру переставлю на другой стеллаж именно вот эти маточные кустики ну вредителей на дихондре я никогда не замечала обработок не виду и пока вот на данный момент а вот такой уход как правило через недельку появятся корни я конечно хотела подождать снять вам ролик показать какие корни у дихондры но честно говоря решила этого не делать и чтобы видео было актуально здесь и сейчас вот выпускаю как говорится по горячим следам через время конечно будут еще обзоры посмотрим на рост и развитие дальше будет перевалка очень правильно тоже сделать перевалку уже в грунт чтобы не погибло уже такое прям подрощенное растение ну и посмотрим как будут развиваться маточные кустики если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь я прощаюсь до новых встреч всем пока пока